Сегодня у нас 20 сентября 2018 года. Это я вышел из поезда, который идет в Екатеринбург, Егоршино. Остановился на остановке, соснято у нас тут называется, это село Покровское. Там вдалеке крыши видны. Дальше покажу уже. Вот остановка соснято. Это та остановка, где я живу, жил вернее, до того, как поселился на Алтае, в городе Барнауле, и та же деревня Потеряевка, 150 километров от Барнаула. Это я Пащенко-Владимир. Вот здесь вот, вот оно как раз расписание движения пригородных поездов, Егоршино, Екатеринбург. Та же Екатеринбург и Горшино. Вот они, время. Здесь вот я вышел, сейчас я приехал к тетке своей родной, это старший стра моей матери. Хочу вот здесь вот с Божьей помощью потрудиться. Что у меня за это время произошло? То есть я выехал 18-го числа из Барнаула. Вот это получается у нас. Дорогой, пока я ехал до Екатеринбурга, были беседы. Две женщины ехали со мной в плацкартном вагоне. Им подал Евангелие, были беседы по Слову Божьему. Они задавали вопросы свои. Ну, в основном активности не было. Вот одна из них педагог, учитель в школе, а другая стоматолог, тоже врач. Вот с ними беседовал. Но также состоялась интересная беседа. Подошел один мужчина с ребенком на руках. И с ним разговаривал, я понял, что это протестант. Оказался баптистом. Вот с ним мы конкретно уже по Слову Божию поговорили. О теме о крещениях. Я ему приводил места Писания. Как они говорят, что в крещении они обещают Богу служить доброй совестью. Это все совмещается с Деянием 2.38. То есть в Крещении прощаются грехи. Ну и Деяние 22.16. Ну и другие места Писания. Там Колосио 2 глава, 12 стих. Вот он. Ну и Евангелие от Яна, там 3 главе. Господь говорит, что кто не родится от воды и Духа, именно не войдет в Царство Небесное. А он от воды понимает, что это именно Слово Божие. То есть извращено понятие. Почему? Почему-то на основании еще одного места Писания, что потекут из вас реки воды живой. Вроде это Слово Божие. Говорю, нет. Потекут из реки воды живой, это понятно. Это говорит именно Слово Божие. Да, что из тебя потекут потоки Слова Божие. Будешь проповедовать. Ну а там конкретно говорится о воде. То есть во время воды, крещения, это происходит таинство. Как мы видим в Деянии 20.38, 2.38 и Деянии 22.16. Что там говорится конкретно. Крестишься, идет прощение грехов, и на тебя сходит Дух Святой. Это подтверждает вот как раз Иван Георгий Теяна, 3-й главе, 5-й стих. Потом та же речь зашла, повел я беседу о рукоположении. Приводил разные места Писания. Но он, как сказать, у них эта тема учения, вернее, очень слабая, и оно ему не вмещалось. Ну, по крайней мере, я засвидетельствовал по Слову Божьему, а там уж как Господь с его смотрится. Также раздал другим Евангелие, кто там заинтересовался. Вот таким вот я доехал до Екатеринбурга. Вот у меня та же в Екатеринбурге, там зашел на вокзал, там некоторым людям пораздывал Евангелие. Вот, и та же интересная беседа вот состоялась у меня, вот пока ехал, да вот это свои остановки соснято. То есть сели две женщины тоже пожилые сзади меня, там я ехал уже в общем вагоне, а я сидел впереди там, в кресле тоже. Ну, вот смотрю, одна из женщин говорит, что я, говорит, очень люблю читать, а первая моя из книг, которую я в 14 лет начала читать, это, говорит, называется Куприна Яма. И, говорит, когда у меня отец увидел эту книгу, что я, говорит, читаю, он мне, говорит, ее забрал. Тебе, говорит, еще рано это читать. Вот, а она, говорит, я так увлеклась этой книгой. Вот, и я решил, что почувствовал толчок от Господа, что надо вступить в разговор. Я говорю, да, я говорю, знаете, что эта книга, та же есть фильм о ней. Он говорит, да, я знаю. Я говорю, ничего, говорит, в принципе, там ничего хорошего нету, лишь показывает, что насколько человек развращенный, как был до революции, как и в нашем сейчас, в 21 веке. То есть человек остается тот же, если он живет во грехе, без Христа, без Бога. Она согласилась со мной. Вот, я им предложил дать Евангелие. Они согласились, вот, две женщины, эти пожилые, им дал Евангелие. Там тоже потянулись руки другие люди. Вот, и тоже еще Евангелие три раз дал другим людям. Вот такое, вот, небольшое, но, кажется, и лей на душу, на сердце, что не зря поездка состоялась. Также еще вот этим двум женщинам зачитал Новый Завет Никитина Ивана Саевича. Очень поучительное у нас вихотворение это. Что там в речь зашла о Слове Божьем, говорит, что, читать надо, вникать в него. Вот, зачитал, что для пояснения, для вразумления. Ну, это стихотворение не раз я даже, вот, когда общался с баптистом, многие тоже стихотворения божественные. Он не слышал, что есть такой был поэт Натсон, ему понравились эти стихи. Вот, потом, там, вспомнил Веру Кушнир, там, жена у него, вот, у баптиста знает эту поэтессу, любит ее, говорит, и у них шестеро детей, то есть, семья многодетная. Там они бегают по вагону, резвятся. Вот так, более-менее спокойно себя ведут. То есть, не хулиганистые дети. Видно, что над ними трудятся. Ну, вот, окрестности сейчас немножко еще покажу. Вот он, там, вдалеке, видно, машина какая-то идет. Тут есть эта объездная трасса. То есть, возле деревни раньше ее не было, а сейчас сделали объездную трассу. Очень хорошая трасса асфальтовая. У меня много сумок, чтобы я мог бы побольше показать. Ну, сейчас попробую показать, как я дохожу. И что мне очень памятна вот эта остановка соснята тем, что, вот, когда я уверовал в Господа нашего Иисуса Христа, это было в 2005 году, Господь меня коснулся, и у меня мысль пришла идти по вагонам и благовествовать. Правда, я это делал один. То есть, надо было хотя бы с кем-то из братов, но на тот момент у меня не было с кем бы мог это сделать, я решился один на это идти. То есть, готовился, заучил места Писания, и вкратце, минут на пять проповедь составил с Божьей помощью. Вот, и вот, как вот сейчас поезд пошел до Егоршина, до города Артемовский. Называется станция Егоршина, сам город Артемовский. И вот я садился здесь, вот, например, на этой остановке, или там вот предыдущая остановка есть, центральная в нашем селе Покросске, Красная Орла называется. Там садился и ехал до Егоршина, то есть до города Артемовского. Там буквально три-четыре остановки. Из-за этих три-четыре остановки успевал обойти несколько вагонов. То есть, вставал посреди вагона. Было в руках у меня всегда Святое Писание, то есть, Слово Божие православное с крестом, что я православный. Вот, делал крестное знамение и начинал говорить о Христе. То есть, начиная даже не сразу о Христе, а именно с книги Бытия о грехопадении Адама и Евы и закачивал книгой Откровения. То есть, все это вкратце в сжатом виде. Самые основные места Писания выбирал. И когда я выходил здесь, на этой остановке, шел вот это вот, дальше идет поле, поля вот эти вот. И мне на душе было радостно. Душа парила. То есть, если кто знает, что такое благовестие и какую Господь особую благодать дает, он это поймет. эти чувства, какие возникают внутри каждого проповедника Евангелия. И в этот момент желание было, конечно, отрешиться и быть со Христом. Потому что сам понимаешь, что это все земное, оно тебя снижает с этого парения. Так же лесопосадки стоят различные. Тут я уже не был 9 лет. То есть, в 2005 году я уверовал, в 2007 году я приехал на Алтай, принял крещение троекратное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господа Наши Иисус Христом. А в 2008 году я уехал из Потеряевки. То есть, и год пробыл опять здесь уже. Работал в Екатеринбурге сторожем, а жил здесь, в селе Покровском. У меня свой дом был купленный. Потом Господь положил вернуться назад. Вот я вернулся, и уже 9 лет прошло, как я здесь еще ни разу не был. Вот здесь раньше поля разрабатывались. А сейчас смотрю, все заросшее. То ли совхоз упал уже, видимо, не может заниматься этим, то ли что. Но здесь все было пахано, только одна дорога была. Вот тоже окулочки небольшие есть. Вот я вышел, сразу видно откуда. Тут, конечно, это не в деревне Потеряевка. Всякие пасечки из-под сигарет. Вон такой бурьян стоит. Надо же. Видно, что это уже не один год тут заросшее все стоит. А какое стихотворение, я могу его, я его заучил, с Божьей помощью, я сейчас процитирую. Называется Никитина Ивана Савича, который жил 37 лет, Новый Завет. измученный, измученный жизнью суровой, не раз о себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые звуки божественного чувства любви и сердца тревожного муки, как скоро смиряют о ней. Здесь все чудно сжатой картине представлено Духом Святым и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значения причина и цель и конец, и вечного Сына Рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Вот там вот сейчас покажу вдалеке, в дальнейшем я покажу сам храм, это вот он виднеется, это у нас там самое такое возвышенное место в нашей деревне. Вот храм, видно его, позолоченный купол в честь покрова Божьей Матери. Он часто называемый в деревнях. Тоже очень много этот храм, конечно, он недавно отстроился, и то вроде бы еще не до конца, но события с ними очень были яркими. Мы ходили туда с братом, там раньше была трапезная, то есть еще дореволюционный этот храм был, когда там была трапезная. Ну а годы советской власти он был разрушен, запущен, купола, конечно, не было, это уже в дальнейшем поставили. И когда там появился священник, местный отец Дионисий, он в этой трапезной одно и то же знание решил устроить церковь, потому что средств не хватало на большее вот это здание. Он устроил, там все покрасил, все сделал. Мы туда с братом Андреем ходили, с Мельнягином. Там приходили на службу. Он, конечно, к нам не был расположен, потому что мы ходили и проповедовали Евангелие по деревне. Конечно, когда ты говоришь Евангелие, ты говоришь и о правде, как должно быть поистине именно в церкви, какое должно быть крещение, что должно быть все бесплатно, никакой симонии, что Господь торгашей сгонял из храма, ну и многое другое, что проповедь должна звучать. И вот в один из моментов мы пришли на вечернее богослужение, когда священник местный отец Дионисий, он нас выпроводил из храма, сказал, идите отсюда заблудшие души, типа, вы людей сбиваете с истинного пути. Вот мы с Андреем братом вышли и пошли к Володе Пищникову, тоже еще одному брату, а он как раз в субботу не ходил на службу, приболел. И с ним обсудили, позвонили нашим наставникам, священнику Акиму Лапкину и Игнатью Игнатью Лапкину на Алтай. И с ними они сказали, он не имеет никакого права, то есть нету такой канона. Все, мы на следующий день, в воскресенье, уже пришли все втроем, Володя Пищникова он более брат нас габаритный, его вперед пропустили, ну и следом мы с Андреем более худощавые. Зашли, он нас взглядом проводил, но уже попытки не делал, чтобы выгнать. И буквально через сколько-то дней этот храм сгорает. Кто-то его поджег, есть даже такое предположение, что там был сторож, он курил. То есть мог куда-то бычок бросить, раз все покрашено, все такое, ну может где-то стружка, где-то что-то лежало новое было сделано все. Храм загорелся. Вот где-то в часов 7 утра это было дело. Мы увидели этот пожар, прибежали, я особенно прибежал, Андрей попозже потом подошел. Хотел помогать вытаскивать вещи, а мне сразу обрезали, типа иди отсюда сектант, ты сейчас будешь тут вроде радоваться этому несчастью нашему. А у меня даже мыслях этого не было, я наоборот сочувствовал им в этом. Они все вытащили там в основности из алтаря, там ризы, чашу, там другие священнические принадлежности. А у них до этого по епархиям в Екатеринбурге кто-то дал средства на издание Нового Завета на 55 тысяч. Очень большим шрифтом, я еще в потерявку ему привозили, братья. Вот крупный шрифт и полностью Новый Завет. И у них тоже эти Новые Заветы лежали в храме на подоконниках. А брат Андрея Смелягин подходил к священнику отцу Денису и спрашивал, говорит, батюшка, дай, я среди бабушек тружусь. Вот, и говорит, я бы им раздал. Он говорит, нет, мы сами где-то раздадим. Вот так получилось, что эти Евангелия там сгорели. По мне, так я бы в первую очередь их вытащил из пожара. Потому что это под хлеб, который нужен, который ведет ко спасению человеческой души. Надо же, я даже не ожидал, что так все заросшее будет. тут прошло мое детство. Здесь я, можно сказать, и родился, да, в принципе, родился. Потом я покажу свой дом, где я жил в нем в детстве. Это вот я сейчас иду к тете. Этот домик мы прибыли с дядей моим Валерой, который умер в 46 лет, ему было несколько лет назад. Жизнь, конечно, у него было не христианское, и потом здоровье было подорвано. Как он отошел, не знаю, но я ему говорил о Боге, о Суде Божьем в вечности. Он все время отмолчился, то есть чем отошел, неизвестно, но до последнего времени, насколько я знаю, курил. Вот. Сейчас только одно, как Господь определит. если беспокоение, то прямой дорогой в ад ушел. Если было что-то, то может Господь и спас. Все в руках Божьих. в следующем ролике покажу уже сам этот дом, когда буду заходить. Ну все. Слава Христу. Аллилуйя.